Здравствуйте, я Антонио Сентено, основатель канала Real Men Real Style. Сегодня мы поговорим о блейзере, спортивном и классическом пиджаке. В чем же разница? При выборе покупки вы смотрите на них и думаете, ладно, в чем же разница? Могу ли я носить свой классический пиджак как блейзер? Этот блейзер технически спортивный пиджак? Ирония в том, что большинство продавцов сами не знают разницы в том, что они продают. Они путаются в терминологии, путаются в словах. Часто можете встретить одежду, которая является гибридом и того, и другого. Сегодня я расскажу вам некоторые правила. Мы поговорим о каждом виде пиджака. Расскажу про форму, ткань и функцию каждого. Я дам вам общие рекомендации. И когда вы будете стоять перед выбором, вы сможете их использовать. У вас будет возможность сделать умное, обдуманное решение и убедиться, что вы купили правильный пиджак. И главное, вы надели правильную вещь в данной ситуации. Хорошо. Перед тем, как мы начнем, господа, подпишитесь на канал. Так все видео будут у вас в новостной ленте. Вы не пропустите ни одного из моих призрачных видео, которые я время от времени выкладываю. И только подписчики смогут их посмотреть. Кроме того, если вы хотите больше информации, заходите на сайт Real Men Real Style. Я оставлю ссылку внизу. В статье по теме видео вы прочтете еще больше деталей. А также увидите инфографику, которую я сделал. Начнем с классического пиджака. Большинство из нас знакомы с ними, исходя из конкретного определения, что это пиджак, созданный вместе с соответствующей парой брюк. Под соответствующий, я имею в виду, сделанный из того же материала. Например, когда мы шьем одежду на заказ, мы проверяем, что создаем целостный костюм. Вплоть до таких же швов. На стыках ткань должна точно совпадать. Что интересно, на фабриках стараются это соблюдать и держать качество на высоком уровне. Но все-таки, если вы сравните пару черных брюк и пиджак, вы можете обнаружить, что они не совпадают. Иногда даже разные переплетения ткани. В итоге, если вы будете носить одну вещь чаще, чем другую, они начнут отличаться в оттенках, что разрушит костюм. По этой причине я не рекомендую носить ваш классический пиджак в качестве спортивного или блейзера. Итак, классический пиджак имеет пару брюк. Держите их вместе. С другой стороны, такой пиджак наиболее формальный. В мужском стиле обычно самые формальные вещи, они же самые простые. Вы не увидите никаких причудливых карманов. И по возможности, вам следует избегать в ваших первых костюмах причудливых узоров, полосок, квадратов. Вы видели такие костюмы. Но для чего мы говорим об этом? Раз вы смотрите это видео, значит у вас есть некоторые сомнения. Вероятнее всего, вам нужен просто классический костюм угольно-серого, темно-синего, светло-серого цвета. Если присматриваете смокинг, это также целый костюм с соответствующим пиджаком и брюками. Также классический пиджак обычно шьется с пластиковыми пуговицами. Сложнее найти хорн и что-то постарше. Повторюсь, пиджаки должны быть темно-синего, угольно-серого, светло-серого цвета, черный. Хотя я не большой фанат черных костюмов, за исключением смокингов. Теперь поговорим о форме. Классический пиджак создан для того, чтобы делать вас более стройным. Однако есть очень много парней, которые покупают слишком большие пиджаки. Но классический пиджак создан не для того, чтобы его надевали еще на какую-то одежду. Вам следует носить рубашку под ним. По ситуации можно надеть тонкий свитер. Что-то, что будет оберегать от холодной погоды. Но не нужно надевать бабушкин свитер под него. Мы говорим об этом уже несколько минут. Настолько это важно. Пиджак должен быть точно подогнан по фигуре. Ткань. Снова. У классического пиджака ткань должна быть однотонна. Вы увидите, что некоторые в толстую полоску, какие-то в тонкую, а некоторые вообще в квадратик. Функция этого пиджака – максимальная формальность. Все аспекты стиля я подробно изобразил в инфографике. Итак, фишка. Если вы посмотрите на лацкан здесь, это спортивный пиджак. На классическом пиджаке лацканы прямоугольной формы. Иногда встретите лацкан заостренной формы, особенно на формальной одежде. На смокинге лацкан наклонной и заостренной формы. Друзья, это не все про классический пиджак. Теперь спустимся на ступеньку ниже. Перейдем к блейзеру. Он интересен тем, что это гибрид. Блейзер более формальный, чем спортивный пиджак, но не настолько как классический, потому что он создан без соответствующей пары брюк, о чем мы уже говорили. Начнем с формы. Я бы сказал, что блейзеры должны смотреться немного посвободнее. Они не должны быть впритык. Классический костюм должен идеально сидеть в плечах. Блейзеры вы можете найти впритык. В основном вы встретите более свободные, особенно если это итальянское наследие. Поговорим о ткани. Большинство блейзеров, которые вы увидите, особенно те, которые вы покупаете со стеллажей, будут в темно-синим цвете. Вы увидите, что они сделаны из синей комвольной саржи. И это классика. Также встретите фланель. Иногда хапсак. Микс с сольном, но в основном любая легкая шерстяная ткань. В любом случае, темно-синий цвет будет преобладать. Теперь есть некоторые исключения. Я знаю, вы видели красный, зеленый, но они очень редки. Итак, функция. Функция, как я уже сказал, что-то между классическим и спортивным пиджаком. Спортивные мероприятия, встречи на выходных. В то время, когда костюм будет излишним, вы можете надеть блейзер. Итак, что сочетается с синим блейзером, это также будет хорошо смотреться со спортивным пиджаком. Серые фланелевые брюки, чиносы, джинсы. Да, джинсы вы сможете надеть. Обратите внимание также на цветной твит и корт. На самом деле куча вещей. Итак, блейзер не имеет строгой пары. И я знаю, многие ждали этого. Пуговицы на блейзере. Большое разнообразие. Вы найдете золотые, серебряные, перламутровые. Обычно пуговицы выделяются на блейзере. Переходим к спортивному пиджаку. Вслушайтесь в слова. Спортивный пиджак. Идея была сделать пиджак для спортивных мужчин. Поэтому поговорим о форме. Помните, я говорил, что под пиджак мы ничего не надеваем? Так со спортивным пиджаком можно. Это спортивный пиджак. Он сделан из твида. А что особенно круто, я могу надеть, например, свитер под него. Он немного свободнее, чем мои классические пиджаки. Это и круто, что они созданы быть более долговечными и прочными. В наше время мы не особо этим пользуемся. Но он сохранил стиль и функцию пиджака. На обратной стороне пиджака мы иногда увидим складки. Также заплатки на локтях. Раньше они были важны. Сейчас это больше для вида. Также можем увидеть кармашки для билетов. Они расположены справа над основным карманом. Подмечу лацканы, о которых я говорил. Это лацканы спортивного пиджака. Их можно сложить, потому что на охоте нужно защищать область груди и шеи. Мы поговорили о форме. Мы поговорили о ткани. Я не упоминал о видах твида. Я рассказываю об этом в статье и инфографике. Донни Галтвит, Харрис Твит, Хаус Тув. Они также бывают однотонные в коричневом, зеленом, сером и синим цветах. Синий достаточно распространен. И он мне нравится. Особенно, если надеть с каким-то оттенком темно-синего. Даже добавив небольшой рисунок, вы увидите большое разнообразие узоров спортивных пиджаков. Это может добавить немного задора. Функция спортивного пиджака, в отличие от остальных, он самый повседневный. Не нужно надевать спортивный пиджак, когда требуется классический костюм. В свою очередь, блейзер – первый непарный пиджак. Сейчас непарные пиджаки – это спортивный пиджак и блейзер. Я бы порекомендовал приобрести спортивный пиджак после того, как у вас появится первый классический костюм. И только тогда покупайте блейзер. Надеюсь, что вы нашли это видео полезным. Снова, больше информации вы найдете в статье и инфографике, которые я создал для этого видео. Господа, берегите себя. Я увижу вас в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok